Министерство неджентльменской войны, последняя шпионская картина Гая Ричи, впервые следует миссию спецподразделений, ставшую прототипом для многих современных спецгрупп. Министерство неджентльменской войны с Генри Кэббелл, Аланом Ричсон и Айзой Гонсалес рассказывает о фиктивной операции почтмейстер, по-настоящему произошедшей Второй мировой. Цель фильма – историческая достоверность, хотя многие детали, включая стилизованное насилие, искажают реальность. Глава группы агентов Майер Гэс Марч Филлипс уничтожает три корабля, важных для нацистов в борьбе с подводными лодками. Встречают двух агентов в городе Фернандопо в Испанской Гвинеи, цели своей миссии – после спасения важного члена команды из тюрьмы. Большое число нацистов были заперты в складе после успеха в проникновении наших в город. У нас было достаточно времени для захвата трех кораблей для подрыва Беспотерь. Операция «Почтмейстер» привела к аресту Гасса Марча Филлипса и его группы. После окончания операции арестовали майора Филлипса и его отряд, несмотря на их успех и поддержку Черчилля. Вторжение на Фернандопо было нарушением испанской нейтралитетности в войне, несмотря на нацистов. Хоть Черчилль и поддерживал применение сомнительных и нестандартных методов, Филлипс и его группа действовали без санкции правительства. Без знания о своих целях командиры британской армии действовали как пираты. Народ арестовывался и обращался с ним как преступниками. Было бы неуместно от правительства направлять такие действия. Арест также служил сохранению некоторой степени вероятного отказа. Марч Филлипс и его группа нарушили закон в Министерстве войны, но кто знал зачем они там? Они просто нарушали закон. Почему Черчилль решился на риск во время операции почтмейстер? Карьера Черчилля как премьер-министра могла завершиться, если бы стало широко известно, что он обходил не просто традиционные нормы войны, но и военных экспертов и командиров своей страны. Если настоящие мотивы операции почтмейстер раскроются, Черчилль будет отвечать за весь скандал. Это могло бы способствовать шпионажу и саботажу против Великобритании, возможно вызвав более жесткую реакцию нацистов. Учитывая сложность ситуации в Британии, Черчилль был готов рискнуть. Великобритания исчерпывала запасы и была разрушена Люфтваффе в январе 1942 годы, когда проходила операция почтмейстер. Помощь от США и Канады стала почти невозможной из-за немецкого флота подводных ладок. Шанс уничтожить одно из ключевых судов для операций подводных ладок был слишком велик, чтобы его упустить. Риск Черчилля оправдался, когда миссия позволила американской помощи в конечном итоге перебраться через Северную Атлантику, спасая Британию. Несмотря на различия реальной истории от финала Министерства Неджентльменской войны, не у всех участников съемочной группы были реальные параллели. Небольшой рейдовый отряд Гасса Марча Филлипса был настоящим подразделением, которое проводило операцию почтмейстер. Примерами настоящих солдат ССРФ являются Джеффри Эпплиярд, Генри Хейс и очень злобный Андерс Лассен в исполнении Алана Ритсона. Тем не менее, в фильме были добавлены два других солдата ССРФ – Фредди Альварес, который сыграл Генри Голдинга, и Мистер Альварес. Цапля, сыгравшая Бабс Алю Санмулкан. В заключении Министерства Неджентльменской войны Марджори Стюарт упоминается как будущая жена Гасса Марч Филлипса, однако нет никаких доказательств того, что она участвовала в операции почтмейстер. Эффектный и жестокий побег, который ССРФ совершает в конце фильма, является одним из самых больших отклонений от правды, которые делает фильм. Во время захвата космических аппаратов не было предпринято никаких попыток остановить их, и работа заняла около 30 минут. Дэнни Сипани в роли пиратского принца Кэмбелли Каллу и вся линия между Иссой Гонсалес Марджори Стюарт и Генрихом Лурером Тилом Швайгером были созданы для фильма. Фактически ССРФ был включен в фильм для подчеркивания их независимого характера, хотя их не взяли под стражу при возвращении, что последовало за Министерством Неджентльменской войны для Гасса и его группы. Операция почтмейстер показала, что маленькие силы могут быть не только полезны в бою Второй мировой, но и могут быть необходимы, как показано в Министерстве Неджентльменской войны. Большинство команды продолжило работать вместе после успешной миссии, участвуя в большем количестве миссий с ССРФ или другими специализированными военными группами. К сожалению, только немногие из известных членов команды пережили конфликт. Через несколько месяцев после операции почтмейстер майор Гасс Марч Филлипс погиб во время рейда вдоль побережья оккупированной Франции во время операции Акватин. Грэм Хейс выполнил задание, но был схваченный казнен. Андерс Лассен, высокооцененный солдат, служил в последние месяцы Второй мировой в Британии, погиб в 1945 году, освобождая Италию. После того, как Джеффри Эппл-Ярд стал известен в специальной воздушной службе, его самолет пропал при вторжении на Сицилию, вызвав подозрения о его смерти. Марджори Стюарт дожила до 1900 от МБСС восьмого года и стала известной актрисой. Спасибо, что смотрите. Если вы новичок на канале, подпишитесь и нажмите на колокольчик.